Общее сведение. Под гиперкератозом понимают патологическое изменение эпидермиса вследствие чрезмерного утолщения его верхнего рогового слоя. Поверхностные роговые чешуйки эпидермиса в норме содержат определенное количество белка кератина и слущиваются с поверхности кожи. Задержка слущивания роговых пластинок или усиленное образование в них кератина в результате постоянного раздражения или нарушения. Питание кожи ведут к развитию гиперкератоза. При фолликулярном гиперкератозе в патологический процесс вовлекаются устья волосяных фолликулов с развитием ихосептического воспаления. Фолликулярный гиперкератоз или «гусиная кожа» представляет собой не только эстетическую, но и дерматологическую проблему, требующую комплексного косметологического и медицинского решения. Фолликулярный гиперкератоз – причины фолликулярного гиперкератоза. Фолликулярный гиперкератоз возникает вследствие закупорки роговыми чешульками протока фолликула и его воспаления. Возникновение заболевания большой роль играет наследственная предрасположенность гиповитаминоза С. Недостаток витамина приводит к развитию фолликулярного гиперкератоза А-типа. Шейку волосяного фолликула окружают шиповидные узелки и бляшки. Кожа в области ягодиц, локтей и коленей, разгибательных поверхностей рук и ног становится сухой, шероховатой, обезжиренной, грубой. При прикосновении к ней напоминает наждачную бумагу. Дефицит витамина С вызывает фолликулярный гиперкератоз двух типа. Протоки волосяных фолликулов закупориваются пигментом или кровью. Поражаются зоны живота и разгибательные поверхности бедер. Гоморагический характер сыпи наблюдается при недостаточности витаминов С. Фолликулярный гиперкератоз часто встречается в детском и подростковом возрасте на фоне аллергизации организма. Больных может беспокоить легкий зуд, но чаще они обращаются за медицинской помощью по причине косметических неудобств. У взрослых пациентов иногда наблюдается диффузное поражение кожи, которое сохраняется длительное время. Симптомы фолликулярного гиперкератоза Одной из разновидностей гиперкератоза кожи является фолликулярный гиперкератоз. Его типичными проявлениями служат шероховатая, загрубевшая кожа, мелкие красноватые прыщи, сыпь, гусиная кожа на руках и бедрах. Высыпные элементы при фолликулярном гиперкератозе Гиперкератозе – мелкие плотные шиповидные узелки в самом основании волосяного фолликула. Вокруг элемента формируется красный ободок. Обычная локализация высыпаний на руках по боковой и задней поверхностям, на бедрах по боковой и передней поверхностям, на ягодицах. При генерализованной форме фолликулярного гиперкератоза наблюдается обширное поражение туловища разгибательных поверхностей и конечностей. Фолликулярные узелки и бляшки размером со спичечную головку многие годы могут оставаться в одной и той же зоне. Кожа здесь грубая, шершавая на ощупь, ее часто сравнивают с гусиной или жабей кожей. Диагностика фолликулярного гиперкератоза Диагноз фолликулярного гиперкератоза ставится дерматологам как правило на основании тщательного осмотра кожных покровов без специальной лабораторной диагностики. На лице элементы фолликулярного гиперкератоза следует отличать от акне. В первом случае они сухие, грубые, небольшие и одинаковые по размеру.